многих музыкантов легендарной музыкальной группы сектор газа уже нет в живых память о них остается фанаты будут долго помнить этих отличных музыкантов мастеров своего дела к сожалению судьбы ныне покойных музыкантов складывались после ухода из группы совсем не гладко в этом сюжете вспомним вас гитаристы группы сергея тупикина добрый вечер с вами общается сергей иванович тупикин бас-гитара сектора газа дай бог вам благо и здоровья смотри на ходу походу сергей иванович тупикин родился в городе воронеж 23 января 1965 года характер был у него сложный в тайне от родителей слушал на тот момент популярные группы как битлз ладзе таллинг и другие сергей окончил воронежское музыкальное училище по классу бас после учебы он познакомился с звукооператором андреем который сыграл немаловажную роль в группе сектор газа с андреем их связывала дружба и общий интерес к музыке музыкант начинал играть в местных неизвестных коллективах также он успел поработать с известной советской и российской певицы ольгой зарубиной в секторе он начал играть практически с самого основания кроме игры на гитаре принимал участие в аранжировках некоторых песен группы гастролировал с группой выступая на концертах принял участие в записи альбомов сектор газа луги вуги 89 года колхозный фанк 89 года зловещие мертвецы 90 года ядрёный вождь 90 года и других до 93 года то есть у нас раньше был и барабанщик и басист вот клёв был басист серёга купите вот как он ушел пусть него были басисты но не соответствовали стандарту ну то есть играть они не умели в 90 третий году по каким-то причинам сергей решил покинуть кредит расскажи сергей иванович как говорил хой больше никто не справился с басом как сергей на концертах игра на бас-гитаре была в записи так что с басистом у нас плохого заговора уже встала да были все басисты такой барабанщик хороший вот я и прикинул что ритмсекция особо у нас она в основном одинаковая что там идет долбило одно и то же ну вот мы решили все это в секвенсор загрузить и она долгит а все остальное мы уже подхватываем во-первых это ровно не быстрее немедленно все четко и играть полтора-два часа живьем басисты тому же начинают плакать также как и барабанщики тяжело хотя думают все а чё там секту играет два пальца баса нетушки там очень круто короче получается все басисты облажались тупикин играл хорошо но не захотел больше играть дальше судьба музыканта сложилась неблагополучно к сожалению он так и не смог себя реализовать в других каких-либо проектах на какое-то время о нем все забыли и не слышали новостей но в 2001 году он дал интервью для книги владимира тихомирова хой эпитафия рок раздолбаю известно что в 2011 году в пьяной драке тупикина сильно избили ссора произошла по непонятным причинам музыкант серьезно пострадал и остался инвалидом привет ребята с вами говорит сергей дупикин поздораживаю в августе будет вот как я попал в неловкую ситуацию и живу благодаря ваших молитв может быть скоро буду играть на бас-гитаре а я так не подниму последнее время жил довольно бедно на пенсию своего отца по причинам связанным со здоровьем нигде не работал даже в тяжелое для него время со своей гитарой он так и не расстался а бережно хранил ее как память о былой славе в этом же 2011 году его пригласили на концерт посвященной группе сектор газа он даже хотел выступить на нем но по состоянию здоровья не смог как рассказывают очевидцы на концерте он сидел на сцене и плакал умер сергей в ночь с 22 на 23 апреля 2018 года ему было 53 года на похороны гитариста собрались его друзья и родные всего более 30 человек похоронен на юго-западном кладбище воронежа в 2020 году на собранные средства фанатов группы был установлен памятник сергею и его родителям покоящимся рядом с сыном установлен также так называемый гранитный подиум сделано все достойно и красиво спасибо что у меня помнился бас-гитара четвергаза сергей тупики пока смотри на ходу по ходу